Я начинаю с номера телефона 8 922 848 87 27. А это владелец этого телефона Дмитрий Харьковой. Ещё раз здравствуйте, мои дорогие книжечки. Так, завтра, ну, чтобы я напомню вам информацию, завтра мы попробуем провести нашу трансляцию с распродажей книг. Я вот торцом сюда иди, сюда иди, не показываю обложки. Смогу сказать, это советская русская классика, как я говорил, собрание сочинений. Вот я немножко отобрал, в принципе, это очень немножко. Состояние я старался смотреть, ну, хотя бы минимум четвёрку по пиктивальной шкале. То есть, в основном хорошие и пять, и четыре, вот, ну, нирваны, ничего, практически новые многие вещи. Это ширпотреб, то есть самые простые вещи, от Пушкина до Горького и так далее. Но, может быть, я думаю, что кого-то заинтересуют эти вещи. Опять же говорю, многие люди собирают и годами, и у них уже, конечно, всё это есть. Ну, вот, многие, как я посмотрел по статистике, что есть молодые ребята, которые, возможно, захотят начать свою библиотеку собирать, и хотя бы вот по вот этим вещам недорогим начнут комплектовать ядро библиотеки. А может быть, есть один какой-то том, да, а других не найти? Ну, кому-то, может быть, у кого-то, вот, например, у нашей межноларцевки Натальи Борисовны, например, есть издание какое-то слабенькое, хочет поменять. Ну, вот, пожалуйста, самые простые бывают иногда вещи, вот, лежит, например, стрёмная, нихуя рука не поднимается, выкинуть, а тут вот раз, например, нулёвый какой-нибудь толстой. Вот мне, например, вот 12-томник его, вот, по самые этим, не балуйся. Это прям наобьё, наобьё. Да это все, в основном я отобрал хорошие. Прямо что-то. Так, как, давайте мы вот попробуем, и опять же говорю, ну, не получится, мы больше к этому возвращаться не будем. Получится? Ну, хорошо, мы распродадим, господи, освободим место у себя, и дальше уже будем набирать, может, что-то поинтересней, какие-то вещи. Как будет проходить? Значит, завтра, в субботу, 3 октября 2020 года, в 13 часов по Москве. Давайте от Москвы идти уже, вам будет удобно своё местное время уже, поэтому, значит, ориентироваться. В 13 часов мы начнём трансляцию, включим камеру, будет прямая трансляция. Мы некоторое время, ну, давайте дадим, там, 10 минут ещё опоздавшим, вот, если кто-то не успеет, там, 10-15 минут я там потрендю о чём-нибудь там, вот. И я буду очень простым образом показывать, демонстрировать каждое собрание в отдельности, называть цену, опять скажу, всё просто, 50 рублей книжка. Вот мы пока остановимся на этой цене. Дальше. Вы можете, мой номер телефона, желательно, конечно, через телефон писать, резервировать какие-то вещи, сначала или по телефону, или в чате. Каким образом? На телефоне у тебя WhatsApp, вайбера нет. Вайбера нет, есть WhatsApp. Можно писать будет в чате, резервировать. Например, пишет, оставьте, пожалуйста, там, Пушкин, тот-то, тот-то. Слово «бронь» рядом того-то, того-то. Просто пишите там определённого автора, забронировать для меня. Я вам сразу скажу, отсылка Почты России, ну, давайте остановимся на ПЭКе, потому что мы с ними как-то более-менее работаем, нам есть не очень далеко. Ну, ещё есть СДЭК, вот на этом, рядом с «Горняком». ПЭК, СДЭК. Ну, вот два, две транспортные компании. Байкал-сервис у нас далеко. Ну, это очень далеко для нас, это просто. Почти за городом. Да, это выезд аж туда. Вот. И так мы человека просим, неудобно уже, и он денег с нас не берёт, но придётся такси тогда, не каждый раз он свободен. Да, ещё могу сказать, что если вы там одна-две собрания сочинений, то, в принципе, разница по доставке вам, что Почта России, что транспортные компании будет одинаковая. Плюс, помнишь, ещё, Эвольд, думаю, отсылали, тоже какой-то компании, не помню название. Ой, мы ездили на эту дурацкую базу, блин, там вообще такой сарай у нас. Нет, ну это в пределах хотя бы вот двух остановок. Ну, мы зимой попёрлись ещё. В пределах города. А, мы не зимой, мы осенью, по-моему, или весной. ЕДК. Я не помню, как он назывался. ДДТ. Ну, жуткая какая-то. Там, блин, у нас была раньше большая промо... Не промо, а продовольственная база продуктовая. А сейчас там разруха вся. И вот это одна компания и пару складов работает. Это за железнодорожной линией, мы вон с Ирой там тогда пёрлись. Потом через эти лужи, туда-то, ладно, там монотакси, оттуда там уже пешочком как-то. Вот. Там не ходит никакой транспорт общественный практически. Трамвай раз в 50 лет. Всё. Маршрутки это совсем другой такая. Ну, вот так вот пока. Давайте мы будем пробовать. Пойдём... А сколько здесь? Здесь... Да чёрт, ну штук 30, наверное. 30 подписок? Да, 30 собрань сочинений. Может, чуть больше. Я не считал, что-то начал считать, потом сбился. Ну, в общем, весь стол завален. Ну, в три ряда там... Ну, не очень много. Это не очень много, по сути. Это совсем малость. Я вот... Почему и отобрал-то более-менее... Они простенькие. Это в основном библиотека Огонёк. Ну, 60 на 3 умножь. Да я не стал даже умножить. Ну, 200 книг примерно сейчас. Очень немного. Это пробничек. Если у нас пойдёт, и если вам такая форма работы интересна, я вообще могу загнать все свои подписки. вообще по... Насколько броню тебе получит? Ну, давайте на 2 дня. То есть, в понедельник уже... Да. Как бы, значит, мы с вами связываемся. Номер карты банковской, Сбербанка Ирининой, мы вам сообщим. Вы нам сообщите свои. Есть ещё плюс твоя, Альфа-банк. Ну, это... Я её ещё не умею пользоваться. Да. Чурка с глазами. Вот. Как дальше это будет происходить? То есть, мы обменяемся координатами, там, банковской картой, вы нам адрес. Если это будет транспортной компанией, то тогда там паспортные данные надо будет. Вот. И оплата тоже мы обговорим, все условия там, потому что транспортной компанией можно нам не платить, вы по получению тоже можете оплатить всё. И мы, например, скидываем через WhatsApp, например, сфотографируем все бумажечки, и вам эти все наши... Будьте здоровы, Ирина. Вот. Сколько, значит, ушло у нас, мы можем сфотографировать даже посылку, как она выглядит для вас, чтобы это было проще ориентироваться. И отошлём вам все эти бумажки, все наши попутки через WhatsApp, вам всё, в принципе, будет ясно. Доставка по городу, если вам это дороже выйдет, чем вы закажете такси, я думаю. Сколько там говорили? У нас по городу 500 рублей доставка. А такси 8. А такси 100 рублей. Ну ладно, 100 рублей туда, 100 рублей обратно. 200 рублей. Ну, если приехать, например, в транспортную компанию, не везде же, они все за пределами города, Ира. Ну, такси у всех тоже по-разному, в Москве-то там, да сейчас, я думаю, везде достаточно недорого. Ну, вы уже смотрите по своим возможностям, я вам не буду навязывать ничего, как бы вот всё достаточно, вы сами это вот думаете. Если, конечно, кто-то что-то у нас купит, я уже достаточный скептик, ну, попробуй, попробуй. В всяком случае, этот эксперимент мне интересен, вот как форма работы. Если это попрёт, мы и дальше будем устраивать, пока всё это не распродадим. А может и не всё, а может и попробуем. Давай. Ну, пока вот так. Всё. Итак, завтра, 2 октября 2020 года. Сегодня 2 октября. Вот когда ты лезешь, вот всегда я начинаю это. Я говорю, у тебя уже всё пока. Всё пока. Вот стоит прям её... Да, завтра. Завтра, 3 октября, в 13 часов по Москве, трансляцию ведём, показываем цены, бронируете. Дальше мы всё обсуждаем. Мой номер телефона, всё, пожалуйста. Возможно, в соцсетях связаться. То есть миллион всего. Главное, мы найдём связь. Всё. Вот это. С вами был нетерпеливая Ирина, которая тут копытцами перебирает. С вами был терпеливая Дмитрия. И спокойной... Ночи. Спокойной, выдержанный Дмитрий. Как французское вино. О-ля-ля. Всё, пока. Всё, пока. И ещё. Субтитры подогнал «Симон»